Мы вообще были без башни тогда, все же можно оказывать. Пошли же вот ради этого, за этим драйвером, за этим интересом. Через год разваливаются, через полгода они сдохнут. Каждый был частью этого канала. И я чувствовал, что это меняется вместе со мной. Вот меня укусили разок Оригусом. И я с этим вот прививком уже иду дальше. – Хороший, замечательный человек, с подорванным здоровьем, но прекрасной чистой душой. – Борис Моисеев выходит в студию. – Кто такой? Я знаю, кто такой Андрей Левантуев. Я надеюсь, что этот вопрос еще впереди. Когда-нибудь у могильного камня кто-нибудь здесь ответит. Я еще думаю, что Андрей Левантуев еще формируется до сих пор как личность, как человек. Кто такой? – Телевидение – это была всегда загадка. Это всегда манило всех творческих людей и вообще активных людей политических. Ну, общественных политических. Потому что там же можно было что-то попробовать новое. Это манило, это всегда затягивало попробовать что-то сделать. А тут новое телевидение, все быстро, все можно. Цензуры нет. Мы вообще были безбашены тогда. Все же можно, оказывается. Рождалось все это в феврале, а вышли в эфир летом, 1 июля. Вот такой длинный период. Набиралась команда, обдумывались проекты, снимали заготовки и так далее. Я подключился, это уже в апреле. Драйв был вообще огромный. Все приходили с такими горящими глазами, потому что тут они шли же и не за деньгами, шли в никуда. Я зарплату получил первую, через полгода первую. Там, я не помню, на что я жив. Ну, тогда отец сказал мне, такая сакраментальная фраза, ты где можешь получать пенсию? Нам когда дали дать снот-анеду, они нам сказали, в субботу и воскресенье. Вне рабочей объекта. Без денег. Хотите? Ну, каждый же, скажем, тьма по-своему. И мы в субботу и воскресенье. Добрый вечер. Здравствуйте. Без отпусков, без всего снимали эти анекдоты. Такими глазами, чтобы нас заметили, увидели. Мы думали, что у нас анекдоты закончат где-то через месяц. Там письма валами шли, столько нам писали этих анекдотов. Не надо ничего придумывать. Мы уже знаем, что будет в следующей программе. А пока все. До понедельника. Мы за эту любовь, вот за этот драйв мы и работали. Это у ее анекдоты. Также за тот же драйв работал и Восточный экспресс, который появился. Когда они их не пускали на пресс-конференции, говорили, а вы кто такие-то вообще? Что за телеканал-то? Конечно, нам повезло, что у нас не было в то время такой цензуры большой. Нам просто, потому что мы, ну, мы проскочили. Ну, к кому они там собрались через год разваливаться, через полгода они сдохнут. Они деньги, а вот не развалилось. А вот драйв подскочился, а потом вот пошли. Финансы потихонечку полилось, оценилось. И вот так вот Орегус говорит, почему? Вот так он и выскочил. Потому что люди приходили вот за этим. За поменять, за драйвом. Что-то поменять вокруг, что-то поменять себе. А мы делали Орегус, это была наша сфера жизни. И все, кто, наверное, ушел из Орегуса, сейчас вы их спросите, они все говорят, Орегусе были лучшие мои годы. Ну, не лучшие, но одни из лучших в творческом. Потому что мы делали канал. Каждый был его частью этого канала. Не просто я пришел поработать, раз в четыре года я меняю место работы, чтобы взбодриться. Нет, мы делали канал, это была семья, и я за эти четыре года выносил туда что-то такое. И я, ну, что-то получилось позитивное. И я чувствовал, что это меняется вместе со мной. Я вот ради этого родился, потому что я остановился Орегусом, вот этот вот вирус Орегуса ко мне прививался, ну, как-то еще, укушил. Вот меня укусили разок Орегусом. И я, кстати, вот прививка уже иду дальше, понимаете. И дальше этот человек, вот это неравнодушие, которое появляется, он появляется везде. Человек, который не может относиться с юмором при нашей работе, которая полна неприятностей, он либо сопьется, либо скурвится и сганится. Ну, стоять хорошим человеком. Юмор-то еще к себе-то, как к юмору относиться надо. Ты шутишь над другим, понимаешь, что другой так же пошутят над тобой. Или так же твоих. Это неизбежная составляющая. Тем более на телевидении, когда, когда-то, сталкиваешься с гадостью, с грязью, вокруг себя сволочи, чиновники, воруют. Все стрёмно, все плохо. У тебя даже должна быть какая-то отдушина. Люди находят это отдушина в семье. Вот не приходят на работу, отсидел шесть часов, пришел домой. И вот моя семья, вот мы поехали. Это тоже нормально. А вот в Орегусе это друг по-другому. В Орегусе семья все время была вот здесь. Если это уйдет, в Орегусе это будет плохо. Просто мы стоим еще один канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok